Ну вот, друзья, я нахожусь сейчас в подворике перед фасадом нового армитажа. И благодаря вашему вопросу я специально сюда пришел для того, чтобы и самому поподробнее посмотреть, и вам показать, что же, собственно говоря, в этих нишах находится. Итак, давайте подойдем поближе и посмотрим повнимательнее. Вот эта арка и вот этот переход разделяют здание малого армитажа, на первом этаже которого находился конный манеж, конюшни. И каретный сарай. На втором этаже, вот за этой стеной, за галереей, находится висячий сад. Переход, который находится в центре, то есть ни со стороны Невы, ни со стороны Миллионной улицы, это переход, созданный уже после войны по проекту архитектора Севкова. Он ведет в египетский зал. А вот слева от нас как раз стена нового армитажа, построенного в середине 19 века по проекту архитектора Кленца. Он ваварский архитектор, он известный мастер, он построил старую мюнхенскую пинокотеку, которую видел в свое время Николай I, почему он Кленца приглашает. И вот скульптуры на фасадах здания, они по замыслу Кленца, они как бы программные, они соответствуют в значительной степени тому, что можно увидеть внутри. И вот перед нами античный живописец Парасий. Произведение этих художников практически не сохранилось. О них известно из книг древних авторов. Вот некоторые из фрагментов живописи античных художников, сохранившиеся до наших дней. Пес, один из самых известных античных художников. Зевкис. О состязании Зевкиса и Парасия рассказывается в античной легенде. Зевкис с Парасием поспорили, кто лучше распишет стену храма. Собрался народ, вышли двое соперников, у каждого росписи были под покрывалом. Зевкис отдернул покрывало, и на стене была виноградная гроздь, такая похожая, что птицы слетели с ее клевать. Народ рукоплескал. Теперь ты отдерни покрывало, сказал Зевкис Парасию. Не могу, ответил Парасий, оно-то у меня и нарисовано. Поливносий. Скульптура сгруппирована на первом ярусе, и, соответственно, вторая группа скульптур, она находится уже ближе к Миллионной улице. И вот как раз перед ними находится пространство манежа Малого Эрмитажа, про который был вопрос. Вот его окна. Он действительно использовался для конной тренировки в конной выездке. А здесь как раз рядом... Давайте по порядку подойдем. Здесь как раз рядом с художниками находятся небольшие фигурки. Челлини, один из художников эпохи Возрождения, скульптор и архитектор. Здесь как раз рядом с ним фигурка его скульптуры. Но больше всего, конечно же, известна фигура Микеланджело, как самого сейчас прославленного скульптора на эпохе Восокого Возрождения. И вот рядом с ним как раз сидит сидящая фигура, это Моисей. Скопус рядом с скульпторами эпохи Возрождения, античный мастер. Отсюда как раз очень хорошо видно, что у его ног скульптурная группа две женских фигуры. А это могут быть фигуры Необид. Ильефа, который Скопус исполнял эту знаменитую историю о гибели Необид от стрел Аполлона и Дианы, которые возмутились. Хвастовством Необы, в которой было множество дочерей, и она хвасталась своим потомством. Иерет Хлатоной, матерью Аполлона и Дианы. У Хлатона было только двое детей. Но Молотой и Дианы решили ступиться за матерью. И весьма своеобразным образом они расстреляли из луков стрелами всех детей несчастной Необы. И Гибель Необид — это один из сюжетов, в котором неоднократно припекают скульптуру и античные эпохи, и классицистических периодов в искусстве. И в частности, Гибель Необид — это один из сюжетов скульптуры в Павловске, находящихся как раз рядом с 12 дорожками, где в центре находится Аполлон, стреляющий из лука. По меньшему кругу находятся музы. Девять мус и его спутниц. А вот по большому кругу находятся как раз бронзовые фигуры Необид, гибнущих от стрел Аполлона и Дианы. Рядом с скульптусом находится скульптура Фидия, самого великого георгического скульптура, как считают историю искусства. Ну а рядом у его ног фигура Зевса. А Зевс поседает на троне, так что Фидия создала знаменитую фигуру Зевса в Олимпии, в храме Зевса в Олимпии. И возле него сидящая фигура Зевса, фигура Зевса в Олимпии, которая была, видимо, образцом для римского скульптора, создавшего знаменитого Юпитера из зала Эргетажа. А вот это Поликлет, автор знаменитого античного канона греческой скульптуры. И рядом с ним, соответственно, фигура, похожая на кору в пеплосе. То есть все фигурки, которые вы здесь видите, это самые известные скульптуры мастеров, которые были созданы ими, и которые известны из литературы. И вот, глядя на скульптуры первого яруса, можно заметить, что, как только поднимаешь немножко глаза, в центральной части здания, на уровне второго и третьего этажа тоже стоят скульптуры. Вот сейчас мы к ним поближе подойдем. Вот здесь, как свидетельствуют историки архитектуры, Кленц хотел сделать вход в музей, но он находился бы очень близко от здания Малого Эрмитажа, никого пространства здесь нет, поэтому вход был перенесен к миллионной улице. Его проект был видоизменен, и уже в соответствии с требованиями, которые предъявил город. Вот, на втором этаже находится скульптура Леонардо да Винчи, а вот вторая скульптура, название ее не очень хорошо видно. Попробуем еще отсюда. Не знаю, можно ли там разобрать, но потому что этот молодой человек, он с карандашом в руке, это тоже живописец, как Леонардо да Винчи, художник, который в XIX веке считали даже более талантливым, чем Леонардо, это Рахаэль. Но самое интересное начинается дальше. На третьем этаже в XIX веке тоже была экспозиция. То есть вот сейчас, глядя на вот эти окна, мы находимся как раз за стеной, где располагаются залы голландского искусства. Вот за этими окнами. Здесь вся часть здания отдана голландской экспозиции. Она одна из самых больших орнитажей. А вот на третьем этаже как раз можно увидеть фигуру самого известного голландского художника. Нам видно только вот так. Это Рембрандт. И вот там, на третьем этаже, экспозиции сейчас нет, там залы, комнаты, в которых работают научные сотрудники. А рядом находится скульптура еще одного голландского живописца Адриана ван Астаде. Было двое. Адриан и Исаак ван Астаде. Оба были весьма популярны. Адриан писал сцены из жизни крестьян, благодаря чему эти сценки пользовались огромной популярностью, потому что можно было позабаскалить над неодобразованными соотечественниками, сожиточным голландским бюргером. Ну а Астаде также очень любил и Петр Первый, который, собственно, и составил первую коллекцию голландского искусства в нашей стране, и она находилась в Мон-Плезире. Часть этой коллекции по-прежнему находится в Мон-Плезире. Ну вот, вот такие вот скульптуры здесь на фасаде. Ленца сам составляет, он сам составляет программу, не доверяя скульпторам, считая, что они все сделают недостаточно системные планеты. Кроме скульптур известных мастеров эпохи Лазар-Дейнер, хочется повелечь ваше внимание и великолепному орнаменту. На фасадах он действительно великолепный в античном стиле. Как по мне, так вот этот орнамент, мне кажется, к Ленц больше удался. Все-таки в русской традиции нет вот такого покрашения скульптурами фасадов зданий, как храмов, так и светских построек. Это в значительной степени более немецкая традиция. А вот орнаментика фасадов, это как раз очень типичная русская черта. И в этом отношении это как-то нам ближе. Но здесь все сделано опять с огромным вниманием к античности. Вы смотрите, какие там икеммы, эти вот разделяющие окна, и какие-то фигуры, и они весь все разные. В растительном орнаменте появляются разнообразные человеческие фигуры, то женские, то мужские. И все это сделано с немецкой тщательностью. Это, конечно, безумно интересно.